Согласно правилам Кабинета министров, с этого года ежемесячная плата за вывоз мусора будет начисляться с учетом объема собранных бытовых отходов с территории многоквартирных домов. Об этом на очередной пресс-конференции сообщил глава предприятия жилищно-коммунального хозяйства Евгений Олинов. Таким образом, жители многоэтажек в январских коммунальных счетах, которые они получат только в феврале, фиксированные платы за вывоз мусора больше не увидят. Каждый раз цифра может быть другой. Следя за тем, как мы получали показания предыдущие месяца и делая сравнительный анализ с предыдущими годами, то есть практически находится в одном и том же все время объеме. То есть это изменение может быть сантимут. Остается добавить, оплата будет начисляться поквартирно. Но кто будет вести контроль за тем, чтобы в мусорные контейнеры многоэтажных домов не попадали бытовые отходы из частного сектора? Этот вопрос решается только, конечно, собранием жильцов. То есть жильцам дома надо в первую очередь принять на себя управление домом, заключить договора с обслуживающей организацией. И вот когда уже будет принято управление домом, жильцы могут, собственники могут решить вопрос о том, каким образом будет вестись учет конкретно мусора от данного дома. По словам руководителя ПЖКХ, в этом случае жильцы смогут не только изменить порядок начисления платы за вывоз мусора, но также блокировать доступ посторонних персон к мусорным контейнерам, установленным на прилегающей территории дома. С недавних пор такая система действует в Рике, в Резакне и некоторых других городах Латвии. Не обошлись своим вниманием журналисты и вопрос о декабрьских счетах за отопление. Как известно, в среднем по городу стоимость тепла за один квадратный метр составила 90 сантимов. В многоквартирных домах, которые находятся на обслуживании ПЖКХ, этот показатель составил от 35 сантимов до одного лата 78 сантимов. Самые маленькие счета получили жильцы многоэтажек, которые были утеплены. Все дома, которые прошли реновацию, они находятся наверху списка по самой низкой цене. То есть это Кандово с 4, в среднем это 44 сантима, имманты с 35, это в среднем 45 сантимов, гимназия с 18, это в среднем 51 сантима. А можно ли уже сегодня, не дожидаясь проведения работ по реновации, хотя бы на немного снизить потери тепловой энергии в доме? Это возможно, говорят специалисты. Одним из таких способов, по их мнению, является отказ жильцов от использования мусоропровода. Такая практика у нас в городе даже уже есть. То есть на общем собрании жильцов и собственников квартиры этого дома необходимо принять решение о том, что они отказываются от мусоропровода, который находится внутри дома. Тогда мы блокируем вход, блокируем трубу так называемую, и соответственно, конечно, потери тепла сразу уменьшаются. Еще один плюс в отказе от использования мусоропровода. Как только это происходит, из коммунального платежа изымается плата за его обслуживание.